Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какие бывают управляющие компании, что нужно о них знать и как повлиять на качество обслуживания жилого фонда? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии директор муниципального предприятия «Жилсервис» Станислав Максимов. Здравствуйте, Станислав Юрьевич. Давайте начнем с истории, не такой далекой, когда и в связи с чем образовалась ваша управляющая компания? Ну, впервые вообще, как о проблеме управления ветхим жилым фондом, оно начало подниматься где-то в 2014 году. Это как раз совпало с тем, что нужно было проходить управляющим организациям это лицензирование. Очень большая была тогда, сами помните, в прессе, наверное, что много компаний не пройдет лицензирование. Тем самым хотели, на самом деле, государство просто хотело навести порядок в данной сфере и от недобросовестных управляющих компаний просто-напросто избавиться. Вот. И все понимали, что какой-то фонд, скорее всего, просто останется без обслуживания. Вот. Самый сложный, скорее всего. Самый сложный, ветхий жилой фонд, это, в принципе, пример, это Самарский район внутригородской, да. Вот. И уже потребность, когда возникла, уже в послании нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, и было дано задание об организации муниципальных управляющих компаний. Здесь можно сказать, что хотели убить и убивают сейчас двух зайцев. Первое – это показать, как может работать муниципальная управляющая компания, чтобы создать здоровую конкуренцию, потому что у Ложки – это одно, а муниципальная компания – это совсем другое. Это жесточайший контроль со стороны администрации, это постоянный контроль за расходованием денежных средств, это постоянный контроль за той территорией, которую она убирает, за которой она должна смотреть за теми домами. И второе – это как раз, если появится вдруг брошенный жилой фонд, направить управляющую организацию, чтобы люди у нас не остались без управления их домами. Вот в результате Самарский район, самый сложный, с ветхием жильем вам достался. Вот какие-то первые итоги вы уже можете подвести, справились вот с такой ситуацией? Ну, первые итоги, возможно, можно сказать только потому, что на данный момент у нас люди с других районов начали звонить и писать нам заявление. Это с какого, например? Вот, взять пример, с Советского района. Далеко от нас, на самом деле, очень длинная логистика, но уж четыре дома, десятиэтажных, они обратились к нам, здесь деваться некуда, уж пришлось взять. На самом деле, сейчас у меня эти четыре дома обслуживания, все там в нормативном состоянии. Буквально вот в эту субботу проходил там субботник, у нас проходило и ворошение снега, и столбы покрасили, и объявления все почистили на домах, которые расклеены. Но пока претензий у самих жильцов и старших по домам нет. То есть положительный имидж у вашей компании, муниципального предприятия, уже сформирован, да? И конкуренцию вы составляете, да? Было еще несколько заявок с Куйбышского района, также с Советского района, но здесь чисто физически, просто пока компания не может распространиться на все. А вы планируете расширять штат, вот если такое пойдет, да, вот, желание от других собственников? Если такое пойдет, ну, здесь, как сказать, планировать это одно. Ну, а здесь вопрос, как жильцы или как наши самарские жители будут относиться к этой управляющей организации. Нужно, понятно, что планка была поднята нам очень высокая, мы ее опускать никак не имеем права, поэтому приходится работать, так сказать, в экстренном, авральном, можно сказать, постоянном режиме, чтобы не потерять эту планку, ну, потому что даже вот в том же Советском районе сказали Станислав Юрьевич, вот, удивляемся мы, я говорю, а что случилось? Вот на вас смотрят управляющие организации частные, да? Как только вы технику подгоняете, чтобы брать снег, через два часа появляется техника в тех управляющих компаниях по тем адресам. Ну, это хороший знак, это та как раз хорошая конкуренция, которой и сейчас можно посмотреть, какая компания работает, какая компания работает чуть-чуть спустя рукава, но я думаю, все потянутся к нормальным стандартам, чтобы работали все вместе хорошо. Да, вот хотелось бы от вас услышать, какие у вас стандарты работы, общепринятые для всех и для вашей компании? Они как-то различаются или нет? Нет, стандарты не различаются ни в коем разе, потому что, ну, здесь мы отличаемся только тем, что мы муниципальная компания, что у нас есть учредитель, вот, и в лице городского круга Самара, и а у тех просто частники, здесь никакого различия. Есть отношение к ЖИ, который составляет те акты проверок, да, у них к нам тоже повышенные требования, вот, чем, либо к частникам. Ну, я, конечно, не знаю, с чем это связано, но факт тот, что к нам более обостренные отношения, чем к частникам. Да, ну, во-первых, всего две управляющие компании, муниципальные в городе, конечно, к вам будет приковано внимание по сравнению с теми, с частными, которых много. Вот говорят, кстати, что очень сложно сменить управляющую компанию. Я вот про эту тенденцию, когда люди увидят стимул для себя перехода в другую, это действительно так или нет? Здесь сложность в основном состоит в том, что наши граждане не могут правильно оформить документы, как нужно сделать, чтобы отказаться от той управляющей компании, которая их просто не устраивает. Там есть определенное у нас законодательство, как нужно провести общее собрание собственников жилья, как правильно оформить протокол, как выбрать старшего по дому, что является очень большой проблемой, потому что тех людей, которые от сердца болеют за данный дом, за свое имущество, очень сложно найти. Есть возможность, конечно, чтобы данные старшие по домам хотя бы как-то материально это заинтересовать. Тогда, я думаю, что было бы намного проще этих людей найти. В основном же это граждане, которые вышли на пенсию. Это те люди, которым интересно работать и есть та еще энергия. Осталась та закалка, может быть, оставшаяся из Советского Союза. Хоть и плохо говорят о Советском Союзе неправда, я могу сказать, что те люди, которые были воспитаны там, намного лучше относятся к своему имуществу, нежели сейчас молодежь. А вам удалось в вашей компании найти вот этот контакт с жильцами? Вот сложность для сбора тех же вот общих собраний возникает тоже так же? Очень сильно. И это очень большая проблема. Вот вы как будете такие проблемы решать? Мы решаем, в принципе, данные проблемы. Ведь, смотрите, до нас была тоже альтернатива, очень сильно ее ругали. И я понимаю, когда приходят ко мне жильцы Самарского района, и они все перевозбужденные и чуть ли не там... Нецензурные лексики, да. Да, там дело даже как-то доходило чуть ли не до рук приплата. Хотелось, чтобы все это фиксируется у нас. Но когда с людьми начинаешь разговаривать, они пришли к тебе уже с таким настроем, чтобы обязательно ругаться, что их не выслушивают, и их отправят в освоясь. Здесь как раз и мы, не я один веду совещание, каждый начальник отдела, который отвечает за ту или иную работу, присутствует на этом столе, и каждого гражданина мы выслушаем. И вот судя по их реакции, что некоторые граждане просто уходят со слезами, они не ожидали такой реакции, что их выслушают, что на следующий день к ним придут техники, осмотрят. И как-то эту проблему можно решить. В основном в чем проблема? Что у нас нету старших по домам в основной массе своих. И второе, что у нас на домах, там бывают у нас дома, всего лишь состоящие из двух квартир, очень маленькая сумма. Если, значит, в прошлом году у нас можно было делать общий котел, жильцы все платят за содержание и ремонт, из общего котла делают свой дом, то мы сейчас перед государственной жилищной инспекцией обязаны отчитываться, сколько было денег на доме, сколько было потрачено по тому домам. Мы за каждую копеечку обязаны отчитаться, вывесить все эти протоколы в интернете, и какие работы были, виды, сделаны по данному конкретному дому. Иной раз даже просто жильцы приходят, смотришь, на данном доме вот 500 рублей, больше нету. Вот. Я откуда деньги должен взять? Я, по идее, должен взять с какого-то другого дома, займы, отдать им, сделать у них хотя бы на 3000 рублей, и мы эту проблему нормально снимем. Но приходит мне тот же жильец, говорит, Станислав Юрьевич, а где мои денежки? Ты их куда делал? Я говорю, а я сделаю вам ремонт в следующий год. Это неправильно. Да. Это неправильно. Вот поэтому возникают в основном такие проблемы. И проблема еще возникает в том, что я могу сделать этот ремонт, например, но собрание жильцов не было собрано, а старшей по дому нет. И они в своем протоколе должны первоочередные работы по текущему ремонту написать. Мы должны сесть за стол переговоров вместе, посмотреть, что нужно первоочередное им сделать, а не так, что пришла управляющая компания, вот нашла 3000 рублей, да, вот пошла им, сделала лестницу, которая им совершенно, например, не нужна в данный момент, и потом отчитался, я сделал вам, все, с меня вопросы сняты, ваши денежки потрачены. Я считаю, это неправильно. Правильно, когда мы определились вместе, какие первоочередные работы должны быть сделаны, чтобы у нас был контакт со старшими по дому, и вот чтобы их деньги, так как они приходят ко мне, были потрачены туда, куда жильцам в первую очередь это надо. А вот пока донести до людей, чтобы становились старшими по домам, чтобы совместно решать проблемы с управляющей компанией, налажить вот этот вот тесный контакт нет. С трудом, с трудом мы сейчас эту работу проводим, а приходят и мужчины, и женщины, и бабушки, и дедушки. Ну, вы знаете, у меня времени нет. Ну, у кого же будет время-то, если не у вас, нам же с вами вместе работать. Мы же ваше имущество содержим. Интересно, прежде всего, у жильцов, у собственного жилья, чтобы не все было отремонтировано, чтобы не было проблем. Конечно, конечно, и мы-то сами переживаем, ну, на самом деле, приду, я сделаю, а это им совершенно не надо, это неправильно. Понятно. Вот, Станислав Юрьевич, раньше как-то вот все привыкли, что идут с жалобами и за какими-то проблемами в ЖЭУ. И сейчас вот некоторые до сих пор не видят разницы, что такое ЖЭУ, что такое управляющая компания, в какие структуры нужно обращаться в первую очередь, когда в управляющую компанию, когда в другие, вот как с этим разобраться? С этим разобраться очень просто. Что такое ЖЭУ? Это определенная техническая структура, которая разбита, вернее, сделана для того, чтобы не всю территорию, например, Большую Самарского района, а она разбита по участкам, чтобы был быстрый доступ реагирования на заявки жильцов. Также есть создана аварийная служба, круглосуточная, которая тоже создана для того, чтобы в любое время дня и ночи наши специалисты могли выехать и устранить данную аварию. Например, это та же протечка воды, это нету отопления. Сразу у нас, что мы сделали, раньше же было как? Чтобы найти телефон аварийной службы, это же не найдешь. Я сам по себе знаю, просто тоже живу в пятиэтажном доме, и те, которые объявления, там вот у нас краской сделано, да? Столетние. Да, столетние, а там номеров-то таких нету, они там пятизначные номера-то еще остались, да. Мы в квитанциях на оплату жилья прям специально прописали полностью, где же у нас телефоны аварийной службы, чтобы люди, если уже посреди ночи деваться некуда, просто взяли квитанцию и посмотрели, набрали телефон, и аварийная служба приехала. Ну и люди почувствуют заботу о них с вашей стороны. Конечно, конечно. Вот еще очень сложная тема, капитальный ремонт, такая неоднозначная. Люди давно этим не занимались, да, и вот сейчас вот сталкиваются с этим. Какое отношение управляющая компания имеет к капитальному ремонту, который сегодня массово проводится? Здесь вот как разграничить? Разграничить у нас есть два вида ремонта. Это текущий ремонт и капитальный ремонт. Вот управляющая компания в рамках своих полномочий может сделать только текущий ремонт. А капитальный ремонт, это у нас делают некоммерческие организации, фонд капитального ремонта. Но вы как-то вот можете помочь тем же председателям советов МКД, которые вот к вам за консультацией подойдут, вот что нам в первую очередь сделать? Вы же фондом, вот картиной изношенности владеете в большей степени. Или как? Вот все равно же вам придется соприкасаться с этим, мне кажется, или нет? В некоторых передачах на самом деле поднимался уже этот вопрос об участии управляющих организаций при предварительном осмотре, при предварительных работах по капитальному ремонту и видам, которые нужно делать. Да, потому что мне кажется, что собственник разберется. Проблема в том, что управляющая организация сейчас полностью отодвинута от данного вопроса. Мы никак не можем повлиять на данную ситуацию. Почему? Значит, при приемке работ в них должен расписываться только старший по дому. Старший по дому может быть некомпетентный человек по техническому. Может быть, он хороший юрист, великолепный воспитатель, умнейший учитель. Но технической составляющей у него нет. Это плохо. Ну, сказали, сделали мы тебе крышу, как вот буквально у нас было Степан Разин-103. Да, крышу новую положили. Да, там 5 лет назад, по идее, она должна стоять 10. Но швы положили намного меньше, и у них сейчас крыша начинает течь очень сильно. А управляющая компания работает. А виноват управляющая компания, да. И в дальнейшем обслуживает флот вам же. Правильно, вот золотые слова. Вот при этом, когда при приемке работ, а лучше всего при написании технической документации, при составлении технической документации по видам работ и по всем тем моментам, которые нужно, на что нужно обратить внимание, если бы управляющая компания в этом принимала участие, я думаю, что очень много вопросов и ту напряженность населения можно было бы снять. По крайней мере, если подрядчик, например, что-то не видит, мы бы ему подсказывали. Или, например, взять, ну, кто-то просчитался, слишком завышенные требования к подрядчику. Мы, наоборот, бы эти вопросы снимали, и все. И работа была бы тоже намного лучше. У нас бы жильцы, как минимум, потом сказали и спасибо и той подрядной организации, которую сделала, и тому фонду капитального ремонта, который тоже это провел торги и все это прислал всех подрядчиков, и той управляющей организацией, которая в дальнейшем будет эксплуатировать свой фон. Вот еще стартовала компания с 1 апреля месячник по благоустройству. Ну, надеюсь, здесь управляющая компания, и муниципальная в том числе, участвует в этом процессе? Участвует, очень сильно участвует. Опять же, здесь у нас составлен, во-первых, план график, на какие объекты мы выходим. У нас, во-вторых, есть средники, так называемые, есть субботники, когда не только у нас дворники, но и технический, и административный аппарат выходят на работу, с собой берут метелки, лопаты, грабли, мешки для мусора и все остальное. Ну, вот это все у вас есть, вот этот инвентарь. На данный момент, можно сказать, что мы одни из первых закупили, у нас на данный момент закуплено 1000 метелок, 3000 пакетов, 200 пар рукавиц, топоры для уборки порослей кустарников, ножовки также. Да, главное, чтобы не срубили лишнего, потому что за этим тоже контроль. В основном, да, мы смотрим на поросли, это те кусты, которые отходят от хороших деревьев, те, которые нужно соблюдать тоже, чтобы от них и ветки не росли, которые мы должны белить. Также вот краска белила все это, кисточки все это закуплено. У нас есть сюжет на эту тему, мы сейчас его посмотрим, а потом продолжим разговор. С хорошей метлой ни в какую ни погоду не пропадешь. Дворник с 22-летним стажем Герасим Аваков за всю свою профессиональную карьеру испытал сотни веников, а перевязал их и того больше. Счет пошел на тысячи. И в этом деле он, без сомнения, знает толк. Связываем веник. Самый правильный метод, чтобы он никогда не крутился вокруг черенка, надо связывать вот таким образом. Берете узел, затягиваете, потому что другим образом вы никогда крепче этого не затянете вокруг. Делаем один круг, второй. Пожалуйста. Узел один. И бантик. Перевязать таким образом делится Герасим нужно в двух местах, чтобы метла не рассыпалась. А потом черенок, важно, чтобы он был острым, вбивают в веник. Вот таким образом. Он вбивается туда. И все. И, пожалуйста, подметайте, как хотите. Казалось бы, ни убавить, ни прибавить. Но и это еще не все секреты хорошей метлы. Для изготовления метелок подходит не каждое растение. Еще с советских времен веники делают из кустарника чилиги. Это растение полюбилось дворником за особую мягкость веток, но при этом очень долговечная метла получается. Даже пластмассовая ни в какое сравнение не идет с настоящим чилиговым веником. К предстоящей генеральной уборке города дворнику Герасиму и его коллегам из муниципальной управляющей компании «Жилсервис» предстоит перевязать сотню веников, сделать столько же лопат и столько же грабель. На склад прибыла первая партия инвентаря для субботника. Здесь же топоры, пилы, перчатки и мешки для мусора. Все это уже с 1 апреля жители города могут получить в ЖЭУ бесплатно. А когда субботники закончатся, инструменты нужно вернуть. После большой апрельской уборки инструменты не будут пылиться на складе. Они продолжат работать в руках профессионалов. Это закупается именно для того, чтобы этим инструментом работалось, а не для какой-то показухи. Они будут работать в течение года, пока их не спишут. Это, конечно, хорошее поспорие для наших работников в ЖЭУ. И те, которые у нас есть дворники, они этим же инвентарем и будут работать. Пункты выдачи жителям инвентаря для субботников будут работать не только в ЖЭУ муниципальных контор. Коммерческие управляющие компании тоже готовы бесплатно предоставить необходимые инструменты, чтобы вместе навести порядок в городе после зимы. Ну а дворники обещают поделиться с желающими секретами профессионального мастерства. Для вашей компании это будет первый субботник такой, да, вот, или нет? В прошлую субботу был первый субботник. В эту субботу будет уже второй субботник. У нас еще будет и средник послезавтра. Вы как-то рассчитываете на активность все-таки жителей? Или это такой вялотекущий процесс? В Самарском районе уже активность граждан есть. Буквально в эту субботу до дождя успели несколько дворов. Сами граждане вышли, сами чистили лопатами и снег расширили. Это замечательно, потому что, как бы, хотелось бы, чтобы вместе, вместе. Конечно, конечно. Вот не шли вот так один в одну сторону. Нужно, чтобы был эффект какой-то. Результат нужно вместе. Не хотелось бы увидеть наплевательское отношение самих людей к тем дворам, в которых они проживают. Ну, я думаю, что у вас есть такой план все-таки, как вот это все сделать, чтобы приобщить жителей и дать понять жителям, что вы только хорошего хотите. Ну, как бы, вот, показать. Ну, вы уже демонстрируете, раз к вам уже из других районов обращаются. Спасибо. А вообще вы жесткий руководитель или нет? Потому что все-таки нужно управлять, да, вот, держать все, контролировать. Вот, как найти вот эту золотую середину, когда вот и зарплаты небольшие такие, да, нужно держать вот кадры персонала, чтобы не разбежались. И в то же время требовать, контролировать. Вот вы какую позицию для себя выбрали, как руководитель? Жесткий руководитель в данных условиях просто, я думаю, не вытянет. Почему? Если чисто просто жесткий. И каждый раз там орать, это же неправильно. Во-первых, с людьми надо поговорить нормально, понять ихнюю проблему, отдавать указания просто, иди туда, сделай не зная чего, и почему ты не сделала потом с него это спрашивать. То есть компетентность первая, да? Да. Иногда на собственном примере показывать, что если не возникать. Но есть у нас определенные граждане, которые вот, ну, не буду я этого делать, или не хочу этого делать, но не умею. Ну, был у меня уже на этой работе, сам в канал с болгаркой, спокойно резал трубу, и когда вот уже сами мои сотрудники видят, что это возможно, и ничего себе, директор полез, смотришь, и все. Пошли нормально дальше работать. Вот благодаря таким сотрудникам, которые видят, что надо это сделать. Вот когда отопление давали в октябре месяце, да, мы же... Я, на самом деле, коллектив тогда еще толком не знал. Вот у меня были большие опасения, что по ночам никто не будет выходить. То, что население, если нет отопления, ну, ладно, придем утром сделаем. Нет, когда сам пришел в 10 вечера, мы начали работать в этих траншеях, я смотрю, а моя бригада вся, вот, которая у меня, например, первая ЖЭО, да, вся у меня вдруг за спиной. Народ подтянулся. Народ подтянулся, и мы пока до 3 часов ночи вот не дали отопления, все ему это делали, да, приходилось и самому ломом, лопатой, а это ничего страшного, это... Если руководитель этого не может сам сделать, он не имеет права просто-напросто требовать это с работников. Я считаю так. Так хорошо, да, хорошая позиция. Еще хотелось бы о мотивации. Вот недавно глава города сказал, что хотелось бы, чтобы управляющие компании повысили зарплаты там сотрудникам, дворникам в частности. Вот у вас есть какие-то рычаги мотивации персонала своих сотрудников? И еще такой сразу вопрос, нет ли вакансий, вот нет ли таких свободных мест и нехватки специалистов? По поводу вакансий скажу так, что вакансии дворников, они всегда присутствуют. На самом деле тяжело найти дворников на данную зарплату, у нас сейчас составляет где-то 14 600, но опять же зависит от человека. Если он хочет и может и делает 2, например, или полторы нормы, он получает 19-20 тысяч рублей. Могу сказать, что по предыдущей работе у меня была семья, такая вот семья, которая... Дворников. Дворников, да. Сын, мать, отец. Они брали 4 дома, у них зарплата где-то составляла в районе 28-29 тысяч рублей. Это такое было, это сам видел, потому что когда подписывал в ведомстве зарплата, у меня первый вопрос, откуда такие зарплатные платы у дворника. Я вызвал старшего, спросил, мне показали четко и ясно, какие дворы убирать, сколько у них, как по норме. И был я приятно удивлен. И на самом деле, что не на бумаге было написано, а что контролировали эти люди, реально убирали данную территорию. Ну, я же говорю, есть люди, которые лентянищат, ну, по труду и зарплата. Вот замечательный дворник Герасим, которого мы видели в сюжете, он, наверное, у вас может образцом даже служить. Может быть, образцом. Потому что такое отношение к своему делу. Да, в принципе, и многие артисты, и хоть кто там начинал карьеру с дворников, и вот он в другом сюжете рассказывал о плюсах этой работы, что и свежий воздух, и с утра встал, нет такой загазованности, физическая нагрузка. И, в принципе, открою секрет, что ему даже больше 60 лет, но на этот возраст и не выглядит. Это важнейшая профессия. Сами видели, какие у нас были перепады с нашим температурным режимом зимой, какие были снегопады, потом оттепели. И до сих пор продолжается вот это вот. Годилось вставать в 4 утра. На самом деле дело у нас доходило до того, что, ну, чтобы к 7 утра, когда люди пошли уже на работу, у нас были дорожки расчищены, чтобы человек спокойно не по колено шел в снегу, а мы уже подготовились к утру. Так на самом деле до курьезов дело доходило, когда кипятком поливали дворников. Ну, что вы в 4 утра, вот, представляете, да? Да, 2-х этажка, у нас туда бабкет, например, заезжает, или лопатом начинает скрести, вот. И ко мне подходил уже дворник, и говорит, Станислав Юрьевич, мы в 4 больше выходить не сможем. Я говорю, что случилось? У нас, во-первых, начинают кипятком поливать, во-вторых, матерятся, вот. Мне пришлось к Владимиру Андреевичу Василенко подойти, говорю, Владимир Андреевич, ну, хотя бы с 5, ну, нельзя людей на самом деле. И те люди поспать не могут до выйти, а потом выходят на работу и не в состоянии, да? И дворник тоже такой вот негатив и тех, и других. Пришли к консенсусу, что да, в 5 утра все, вопрос был снег. То есть все можно отработать, и плюс муниципальная компания в том, что вы непосредственно к своему начальнику обратились, и проблему решили с муниципалитетом, да? И вот мы начали с, вы сами упомянули, лицензирование управляющих компаний. Вы эту процедуру тоже будете проходить в следующий раз, да? Мы эту процедуру уже прошли, мы уже получили лицензию, потому что с 1 числа мы, января, мы не имели права, ни одна, вернее, управляющая организация, которая не имеет лицензии, не имела права уже работать на данном рынке. Понятно. И вернемся все-таки, вот если посмотрев нашу программу, люди, которые поняли, что вы ответственно относитесь к своей работе, тоже захотят узнать о вас побольше, может даже выскажут пожелание обслуживаться в вашей компании. Вот с чего им начинать? Какие-то вот советы можете дать? Первым делом нужно не только приходить. Во-первых, у нас есть предложение, очень много управляющих организаций вообще по Самаре, да? Надо посмотреть, какие у них условия, какие у нас условия. В принципе, это можно... Вот у меня каждую вторую среду прием граждан, все приходят, которые хотят. На самом деле, вот даже те, которые брошенные дома были, пятиэтажки в Самарском районе, они пришли к нам, там была жесткая, так сказать, борьба, что мы должны делать, что они, какая документация. Вот каждый нюанс мы все это обмозговали, сели опять за стол переговоров, и тогда, да, пришли к одному решению, мы идем к ним на управление. Вот с теми, когда вот мы посидели... Очень долгая история происходит не меньше двух-трех недель, потому что это, говорю, еще надо очень подходить скрупулезно к выбору управляющей организации. И вот сейчас работа вроде мере налажена. Да, есть там вот по уборке снега, там по Твиттеру пишут, Станислав Юрьевич, а у нас снег не убираем. Я говорю, ну вы шлагбам-то, открывайте, у нас даже ключи нет. Все, у нас и ключ появился. И люди к нам, к управлению организацией, повернут лицом. Почему бы нам, к ним не повернуться тоже лицом и делать так, как надо? Да, ну принципы основные вы, как бы в своей работе, я поняла, вы сотрудничаете, обсуждаете, ищите компромиссы. Вот это я считаю правильно. Вот желаю вам очень ответственных собственников жилья, квалифицированных председателей Советов МКД, профессиональных работников вашей службы. Всего хорошего. Спасибо вам за такое отношение к работе. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова